Вести Хакасия продолжит эфир на телеканале Россия. Я Елена Крылова и коротко о главном к этому часу. Эстафета стартовала. Сегодня Хакасии подарили главный символ Олимпиады. Акушер на скамье подсудимых состоялось заседание по делу Александра Тышты. О деле целое село. Наша акция вместе с Вести завершена. Сегодня на выезде из-за Бакана с трассы слетела пассажирская «Газель». Есть пострадавшие. Причина этой аварии, как и многих других, сегодня скользкие дороги из-за выпавшего снега. Наталья Гармашова о дорожной обстановке в республике. Этот пассажирский микроавтобус направлялся в Минусинск, но на выезде из-за Бакана столкнулся с Тойотой. «Газель» слетела в кувет. У пассажиров незначительные травмы. А вот водителю иномарки, жителю Красноярского края, повезло меньше. Сотрудники алтайского ГИБДД рассказали, у него множественные переломы ребер, повреждено легкое. Вероятно, шофер потерял сознание. Авто оказалось неуправляемым. Только так можно объяснить тот факт, что иномарка оказалась далеко от трассы в поле на пригорке. Что стало причиной этого ДТП, еще предстоит выяснить. А вот в столице республики большинство аварий произошло именно из-за гололеда. На дорогах пробки, на тротуарах скользящие пешеходы. Ну я сегодня ощутила, что я балерина. Это скользко. Да, очень скользко. И приходится гуськом ходить. Очень сложно ездить. Даже на зимней шине я поставил, и то в заносы заходишь. В такую погоду надо использовать правило 3D. Дай дураку дорогу. В спецавтобазе ЖКХ города уверяют, делают все возможное, чтобы облегчить жизнь горожанам в условиях зимних катаклизмов. Минувшей ночью, когда пошел снег, на подсыпку проезжих частей вышло 7 единиц спецтехники. За день на городских магистралях и тротуарах рабочие оставили около 200 кубометров песка. В первую очередь подсыпали особенно оживленные дороги, зебры, территории вблизи соцобъектов и площадки для остановки автобусов. Кстати, в поле зрения специалистов в спецавтобазы попали не только центральные улицы, но и так называемые периферии. В ядуке на 4-3 раза просыпали, и сейчас только я отправлял опять 4-й раз подсыпать спуск на Согру, потому что там очень крутой спуск. К вечеру столбики термометров начали опускаться. Вероятно, за ночь на дорогах образуется ледовый накат. В спецавтобазе пообещали к утру вторника максимально грейдерами расчистить проезжие части. Кроме того, продолжится уборка снега на тротуарах и в парках. Здесь на помощь рабочим приходят и спецтехника, и самодельные лопаты. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Сегодня Хакасии был передан в дар один из главных символов Олимпиады – городская чаша Олимпийского огня. Ее зажжение станет финальным аккордом предстоящей у нас эстафеты. Чаша имеет футуристический дизайн, изготовленный из особого полимера, который не боится ни огня, ни холода. К слову, вес всей конструкции составляет всего 16 килограммов. Сегодня представляющий партнер эстафеты Олимпийского огня, компания «Инга Страх», подарила ее Хакасии. От лица региона чашу принял заместитель главы республики Владимир Крафт. Сам факел с пламенем прибудет в республику послезавтра, в среду. Первый этап эстафеты – Саяна-Шушинская ГЭС, затем вертолетом пламя доставят в Абакан. Пронесут по городским улицам. Конечный этап – в 19.00, Первомайская площадь. Здесь состоится зажжение чаши, подаренной сегодня компанией «Инга Страх». Также зрителей ждет праздничный концерт и фейерверк. Вообще эстафета Олимпийского огня, она символически на самом деле объединяет всю страну. Она позволяет каждому региону показать свою самобытность. И у нас тоже есть что показать. Это, конечно, и наша самобытная культура, уникальная природа, это историческое наследие, это промышленный потенциал. Мы с нетерпением ждем эту эстафету и надеемся, что она станет ярким и красочным зрелищем. Вместе с чашей в Хакасии сегодня был представлен и маршрут следования Олимпийского огня. Только в Абакане его протяженность составит больше 10 километров. Константин Кравцов подробнее о подготовке к эстафете. О том, что к нам идет Олимпийский факел, ярче всего сообщают пестрые баннеры со спортсменами. Всего по республике власти установили 60 билбордов. На Первомайской площади идет монтаж сцены. Здесь состоится торжественный концерт в честь Олимпийского огня. По словам властей, за два года к эстафете Хакасия подготовилась. Остались формальности, но на их выполнение у организаторов не больше суток. Завтра эстафета будет проходить в городе Красноярске. Из Красноярска выезжает к нам. Это будет 51 день из 123 дней эстафеты Олимпийского огня. Бород Абакан будет 38 столицей, куда приезжает Олимпийский огонь. Сегодня был представлен маршрут эстафеты в Хакасии. Сразу после прибытия из Красноярска в 10.30 факел отправится на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уже оттуда в Абакан. Старт в 16.30 от ЖД вокзала. Олимпийское пламя пронесут мимо парка Победы, а также у памятника легенды спорта Ивана Ирыгина. Олимпийское пламя увидит и дворец молодежи, и спорткомплекс Абакан. В связи с этим ограничение движения транспорта будет поистине олимпийским. 27 ноября практически весь центр будет перекрыт до 9 вечера. Эстафета Олимпийского огня, она бывает один раз. И хочется, чтобы и другие территории посмотрели, и в мире посмотрели, что из себя представляет Хакасия. У нас есть такая историческая возможность ее показать. Кульминация действия в 19 часов на Первомайской площади. Здесь состоится концерт и фейерверк. Программу организаторы пока держат в тайне, но известно, на сцену выйдут в том числе и артисты филармонии. К слову, нести факел будут 60 факелоносцев, в их числе Петр Макарчук, участник Олимпиады в Турине и член сборной России по бобслею. Я, конечно, не мандражирую, но все равно есть маленькое чувство волнения. Во-первых, я, конечно, благодарю оргкомитету, который выбрал меня главным факелоносцем, зажечь свою красивую чашу. Потому что быть на Олимпиаде и потом принять участие в этом несении этого факела, это большая честь для меня и для моей семьи. Организаторы уверяют, увидеть эстафету сможет любой желающий. По прогнозам, символ Олимпийских игр соберет около 20 тысяч зрителей со всей Хакасии. Впрочем, даже и те, кто не имеет возможности приехать в Абакан, смогут быть на волне со всеми. Телеканал «Россия-1» планирует прямую трансляцию 27 ноября в 12 часов 30 минут. Следите за нашим эфиром. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Водитель, сбивший школьников на улице Некрасова, ждать суда будет за решеткой. Сегодня мужчину взяли под стражу. В СИЗО 30-летний Иван Попов проведет два месяца. Время, пока идет предварительное следствие. Изолировать обвиняемого до приговора на этом настояли прокуратура и следователи Абакана. Суд учелы обстоятельства преступления. Пострадали дети, подозреваемые ранее судим за наркотики. На его счету десятки нарушений правил дорожного движения. И помимо всего прочего, в момент аварии мужчина находился под действием наркотиков. Напомним, Иван Попов протаранил колонну школьников 21 ноября прямо на пешеходном переходе. В результате серьезно пострадали двое третиклассников. Один из них и сегодня находится в коме. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое. Второй мальчик пошел на поправку. Он поступил к врачам с переломом ноги и черепно-мозговой травмой. Сегодня Верховный суд Хакасии начал рассматривать громкое уголовное дело. На скамье подсудимых врач-акушер-гинеколог из Копьева. Его обвиняют в жестоком убийстве младенца. Из зала суда Ольга Стельмах. Дело обещает быть долгим и трудным. В обвинительном заключении 6 томов. Этот процесс ведут сразу 3 судьи. Александра Тышту задержали еще весной этого года. Сельского врача, заведующего родильным отделением, обвинили в жестоком преступлении. Тышта обвиняется в совершении убийства, то есть умышленной причинения смерти новорожденному ребенку. Вопрос о его виновности будет решен по окончании судебного следствия. Версия следствия сбудоражила всю республику. Акушер-гинеколог при операции кесарево сечения у одной из рожениц принял двойню. Второй малыш родился с патологией. Врач посчитал, что плод не выживет. И чтобы не испортить статистику, Копьевского роддома сначала утопил младенца в ведре с водой, а затем сжег тело в кочегарке. Однако адвокаты уже на первом слушании уверены в своей победе. В материалах уголовного дела на сегодняшний день имеется уже достаточно данных, свидетельствующих о том, что прервированные обвинения Александра Владимировича не имеют под собой никаких оснований. Александр Тышта, выпускник Красноярской медицинской академии, родом из Хакасии, приехал в Копьево вместе с семьей три года назад. Практически сразу молодого специалиста назначили заведующим отделением. Заработал себе хорошую репутацию за год ни одного случая перинатальной смертности до этого эпизода. Я законопослушный, честный, сельский врач. Я смогу объяснить и обосновать. Здесь никакой тайны, криминала нет. Я себя виновным не признаю, потому что никакого преступления не совершал. Это глупая нелепость. В результате экстренной операции кесарево-сечения был извлечен мертвый плод, чему есть свидетели. И все мои действия объяснены нормативными документами здраво. Если плод родился мертвым, зачем от него избавились? Да еще и таким страшным методом. Это еще предстоит доказать защите. Ведь обычно в таких случаях проводят служебное расследование и устанавливают причины смерти. Да и вопросы захоронения младенца решают только его родители. Первое заседание прошло без пострадавшей. Молодая мать не захотела участвовать в процессе. Свидетели же дадут показания лишь на втором слушании. Прокуратура настаивает на обвинительном приговоре. В случае, если удастся доказать вину, сельскому врачу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. А пока на время судебного разбирательства Александр Тышта вернулся к врачебной практике. Ольга Стельмах, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Опасный яд метанола обнаружили сотрудники наркоконтроля в автомобильных омывающих жидкостях для стекол. Так называемых незамерзайках. Ведомство опубликовало порядка 20 наименований фирм. В производстве метанол запрещен, за это грозит уголовная ответственность. Метиловый спирт легко испаряется и пары попадают в салон автомобиля через систему вентиляции. Они наносят серьезный урон здоровью. В первую очередь яд влияет на зрение, вплоть до полной потери, если отравление парами будет хроническим. Метанол способен накапливаться в организме. Полный список вредных незамерзаяк находится на нашем сайте. Спортивные страсти кипят в вершине Теои, где в данный момент тренируются сильнейшие лыжники страны. Погодные условия обеспечены местоположением поселка, а все остальное организаторами континентального кубка. Из вершины Теои Алексей Гончаренко. На старте в первый день соревнований больше 500 спортсменов. 200 в женской гонке, свыше 300 в мужской. И это только лыжники, а ведь с ними еще обслуживающий персонал. И от так называемой обслуги зависит результат. Подобрать под погоду нужную смазку их задача. И она зачастую превыше физических кондиций спортсменов. На сегодняшний день смазка играет больше половины результата. Потому что спортсмены готовы примерно на одном уровне. В спринтерских гонках по нескольку стартов в день. По кубковой системе на выбывание. Пока в финале не останется шестерка лучших. И дистанция всего в полтора километра. А на финише уже нет сил стоять на ногах. Потому что не участие в таких турнирах главное, а победа. Идет отбор лучших в сборную страны. Юниорскую, юношескую и главную национальную. Обязательно надо прибежать к квалификации. То есть если бы я сейчас, скажем так, немножечко себя пожрела. И возможно я бы не прошла дальше. Лыжная трасса здесь приблизительно с таким же рельефом, который будет на Олимпиаде в Сочи. Непростые, говорят спортсмены. Сложные. Согласно международным стандартам. Существуют определенные высотные параметры. Это и суммарный набор, и перепад высот, и состав. Должны быть определенные подъемы, категорированные подъемы с определенной геометрией. Вот это все есть на этих трассах. Спортсмены живут в реконструированном, можно сказать, новом профилактории. В будущем планируется строительство еще нескольких корпусов. Но уже сейчас Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, называет сегодняшних спортсменов изнеженными. Без обиды. Просто живут в хороших условиях. Летом ездили кататься на снег, под Воркуту. Мы жили просто в составах вагонных, там, в плацкарте. Вот на них спали и тренировались. Центр спортивной подготовки в Вершине Тея, считает Елена Вяльбе, развивался бы более динамично при условиях устойчивого финансирования с федерального центра, чего пока не достает. Учитывая, что республика делает все возможное. В том числе и на лыжных дистанциях, в конкуренции с опытными спортсменами. Потихоньку прибавляемся. То есть, если первый год, когда мы выступали, три года назад, здесь все практически последние места у нас были, то сейчас у нас железно все в середине. Пока же в лыжных гонках доминируют спортсмены из Тюмени, Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Красноярского края. С ними сложно состязаться и гостям из ближнего зарубежья, Казахстана и Украины, участие которых и дает турниру статус континентального. Акция «Вместе с Вести» завершилась успешно. Напомним, благотворительный сбор вещей мы объявили неделю назад. И наши телезрители помогли одеть буквально целое село Хизыл-Салда. Сегодня Анна Ахпашева встретилась практически со всеми местными жителями. Их 27. Идея помочь целому селу появилась совершенно случайно. В районном управлении соцподдержки нам рассказали о деревне, в которой всего 9 домов. И почти в каждом нужда. Объявляя акцию по сбору вещей вместе с «Вести», не особо рассчитывали на отклик и ошибались. Сразу же после эфира телефон разрывался от звонков желающих помочь. Вещи стали приносить и в редакцию. А вы знаете, а мы везде помогаем. Я думаю, это характер русского народа, русской души. Были и те, кто не мог прийти сам и слезно просил забрать вещи из дома. Отказать мы не могли. Я выросла на Смоленщине. После военных годов босиком я голодные ходил. Поэтому я не могу не помочь. С каждым днем вещей становилось все больше. Подключились и организации. Управление культуры молодежи и спорта Абакана не осталось безучастным. Мы услышали про акцию «Вести Ахакасии» и решили ее поддержать. В этой деревне, куда мы собрали вещи, там очень много детей. И мы решили поддержать вот таким образом. Выезжаем в село ранним утром. Там нас уже ждут. Одни женщины. Мужчины на работе, дети. Без малого половины жителей всей деревни в школе. Очень трудно. Здесь для женщин работы нет. В совхозе, как бы, мужчины работают в совхозе, и вот, зарплату задерживают. А нам, как бы, никуда не устроятся. Среди собранных вещей самое нужное сегодня. Верхняя одежда, обувь. Сапоги. Дочери. Я думаю, здесь вещи, которые вы привезли и детям, и взрослым, это, ну, кстати, и очень пригодится. Это доброе дело. Конечно, на встречу с нами пришли не все. Кто-то просто застеснялся. Но у женщины пообещали, помощь дойдет и до них. Вещи разделят по-соседски. Спасибо вам за помощь, что вы приехали, что привезли. Мы довольны. Кстати, то, что осталось, вещи для самых маленьких, новорожденных, мы отвезли в районную соцзащиту. Они тоже уйдут по адресу. Так что еще одной семье помогут наши телезрители. Вместе с Вести. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Сергей Казнин. Вести Хакасия. И на этом наш выпуск завершен. Приятного вечера.